всем привет хотел бы с вами поделиться видео как узнать сечение провода не обманул ли вас продавец действительно ли продал заявленное сечение покажу как это делать например так прием наш провод наш провод зачищаем аккуратно и умножим зачищаем аккуратно чтобы не срезать ни одной жилки делаем там таким образом так мы зачистили наш провод получился у нас вот такая вот ведь по одной жилки на жильник что нам надо сделать на на замерить диаметр одной жилки берем это поджиг на нашу берем наш штангель цирку вот такой вот и замеряем диаметр у нас наша жилка получилось смотрим получилось у нас что-то вроде 0,2 между двойкой и тройкой где-то 0,025 миллиметра получилось одна жилка у нас известно диаметр что нам надо сделать теперь надо посчитать количество вот этих жилок жилок записываем наше значение 0,025 миллиметра это у нас будет диаметр одной жилы считаем теперь общее количество жилок будем считать заворачивать их вот таким вот у нас одна есть вторая я посчитаю для вас это будет быстрее и так после подсчета у меня получилась вот такая вот ромашечка из всего получилось у меня 51 жила записываем количество 50 51 штука что нам надо далее сделать надо посчитать площадь поперечного сечения одной жилы посчитать мы будем легко по формуле с равно пи р квадрате в данном случае радиус у нас будет равен 0,125 миллиметра после того как мы имеем радиус можем площадь поперечного сечения одной жилы с будет равно 3,14 умножить на 0,125 квадрат после того как мы посчитаем нашу площадь все это умножим на пятьдесят одну штуку и получим площадь в миллиметрах квадратных пока неизвестно 0,125 умножаем на 0,125 равно умножаем на число пи 3,14 равно получили площадь поперечного сечения одной жилки умножаем на 51 равно получилось у нас вот такое вот сечение нашего провода 2,5 миллиметра квадратных значит наш продавец нас не был вот такой он молодец и так кому всем кому понравилось видео ставить лайки подписывайтесь на канал всем спасибо до свидания спасибо за просмотр! и